Укрыли в два новичка. Расскажите немного о каждом из них. Что касается Джуниора, то это игрок, который, возможно, не пробьется в состав уже сейчас. Но он молод и обладает очень хорошими качествами для игрока Атаки. Конечно, ему предстоит еще очень большая работа над собой, но через некоторое время он может вырасти в очень сильного игрока. Не готов сказать, скоро ли он сыграет за главную команду, но он будет постоянно в нашей селекции. Малло – это другой случай. На него мы рассчитываем уже сейчас, и я думаю, он быстро найдет свое место в составе. Это разносторонний игрок Атаки с хорошим ударом, скоростью, умением отдать пас и исполнить стандарт. Я надеюсь, он привнесет в нашу игру те качества, которые нам нужны и которых нам не хватает. Много ли времени понадобится, чтобы вписать его в командную игру? Хороший игрок может выйти и сыграть с листа. Конечно, нужно наигрывать связи. Но если у игрока есть мастерство и футбольный интеллект, то он может сыграть с любыми партнерами. Как правило, чем умнее игрок, тем быстрее он адаптируется к игре команды. Это значит, что мы увидим его уже в следующем матче? Пока не знаю. Посмотрим по первым тренировкам. Я думаю, что мы так или иначе внесем его в заявку. Но далеко не всегда футболист может играть сразу же, спустя пару дней после перехода. Сейчас ему еще нужно полноценно прийти в себя от переезда и других нефутбольных вещей, связанных с переходом. Но мы, конечно, рассчитываем на него с самой первой игры. Наш следующий соперник стартовал не слишком удачно, но по именам команда сильная. Что пока не получается у Кубани и чего от нее ожидать? Мне трудно сказать, в чем причина. Такое бывает. Может, команда физически пока не лучшим образом готова, а возможно, новым игрокам нужно время для адаптации. Иногда это просто невезение в одной-двух играх, которое дает негативный результат и затем давит психологически. Несомненно, Кубани располагает хорошими игроками и может быстро изменить ситуацию. Им необходима уверенность, которая придет от результата. Для нас они опасный соперник, потому что у них есть потенциал, который можно сразу не разглядеть. Два поражения на старте Холли потерпели от грандов. Психологически важно было взять очки в Ростове? Как сейчас команда себя чувствует? Конечно, очко, набранное в Ростове, имело не только турнирное, но и психологическое значение. Важно, что мы показали, особенно во втором тайме, что можем играть в хороший футбол. Мы знали, что у нас очень трудный старт дома, и он продолжается. Со Спартаком и ЦСКА сложно брать очки даже на своем поле, даже со сверхмотивацией и максимальной отдачей. Их уровень объективно выше. Но и с ними можно играть и набирать очки. Я надеюсь, мы докажем это в следующий раз. Это очень тяжелый программ в доме, и это продолжается, и каждый игрок будет очень тяжелым. Но, конечно, с топовыми как СПАРТАК и ЦСКА, это очень тяжелый результат, даже в доме. И даже все, кто ожидает, и мы также показали, что это возможно. Но они до сегодняшнего уровня, и мы знаем, что делать, чтобы собрать пункты на следующий раз против них. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...